В эфире программа «Разговор на чистоту» и я, ее ведущая, Люба Черная. Сегодня у нас студия Станислав Заведовский, который расскажет нам об очень интересном новом биометрическом идентификаторе. Так сложно это называется. На самом деле, в общем-то, это не так сложно. И в основе этого лежит, в общем-то, то, что давно известно. Наверное, если простыми словами говорить, то это замена ключей на идентификацию по отпечатку пальца. На отпечатке пальцев известно давно. Это не только отпечаток пальцев. В общем, это называется биометрическая идентификация человека. По-английски у нас название компании Biometric Human Identification Center. То есть по биометрическим данным мы определяем человека. То есть его, что это он есть он или она есть она. Вместо того, чтобы пользоваться тривиальными ключами, открывать дом можно просто с помощью отпечатка пальца. Вот. Или можно даже не прикасаясь. Это так называемое touchless. Есть такая... Такая просто ладонь, да? Да. Вы подносите ладонь к прибору, который называется palm reader. Он считывает вашу венную внутреннюю сетчатку ладони. Она индивидуальная, как у каждого человека, как фингерпринт, так это отпечаток сетчатка ладошки. Ну, как ввели сейчас биометрические паспорта. Принцип тот же самый. Принцип, он идет сейчас в разные области. И в вашем случае он дошел именно до того момента, что мы можем вместо ключей употреблять отпечатки пальцев. Да. И не только для того, чтобы открыть свой собственный дом или офис, но это можно делать identification, допустим, если у вас есть карточка какой-то membership, член клуба какого-то, вместо карточки можно, опять же, использовать биометрические данные. То есть то, что предлагает наша компания, это наиболее популярное решение, это палмридер и фингерпринтридер, фингерфейнридер, то же самое, венная сетчатка пальца. Не отпечаток пальца, а именно венная сетчатка. Это наиболее точный метод определения человека по биометрическим данным. И у всех эта сетчатка разная. Да. Это как индивидуальная принадлежность. Каждому человеку принадлежит своё. Но давайте, наверное, по очереди. Давайте. Хорошо. Вы употребляете, как я видела, не только, допустим, как ключи, но и в машинах можно употреблять. Совершенно верно. Область употребления этого довольно широкая. Может быть, тогда начнём по порядку. Как это сделать вместо ключей? Нужно установить на дверь какой-то специальный прибор? Просто существует такой замок. Довольно простая конструкция, которую можно поставить вместо того, которое есть. Они точно такое же. Крепление. Всё абсолютно те же данные. То есть вы снимаете существующий замок, который у вас есть, вставляете в это готовое гнездо уже новый замок, который работает с помощью отпечатка пальца. Кстати, там есть три опшнса, которые позволяют открыть этот замок. Это ваш палец. Второе – это код. Вы можете набрать код. И третье – обычным ключом. Очень удобно. Очень удобно. В крайнем случае, если одно не работает, то другое. Что-то обязательно будет работать. А сейчас я вам хочу представить обычный домашний замок, который применим для любого дома. Вот этот замок у нас сейчас находится в закрытом состоянии. Вы видите, что пин вышел. Чтобы его открыть, вы поднимаете крышку, прикладываете ваш пальчик и убираете его. Замок открылся. Вот это так очень просто работает. Когда вы покидаете ваш дом, вам нужно закрыть замок, поднимаете крышку, нажимаете. Здесь кнопочка. Вот так. Вот он закрыт. Приложили палец в другой. Допустим, этот палец не зарегистрирован. Идет сигнал, что что-то не то. Прикладываю палец, который зарегистрирован. Замок открылся. Все. Значит, вы покидаете дом. Вам нужно закрыть дом. Поднимаете крышку. Нажимаете кнопку. Отпускаете. Запускаете. Замок закрылся. Ваш дом закрыт. У вас что-то случилось, например, с пальчиком. Вы поцарапали пальчик или что-то еще запачкался. Не открывается пальчиком. Есть код. Для этого подняли крышку, ввели код. Замок открылся с помощью кода. Так как замок работает на батарейках, вот здесь расположены батарейки, значит, может случиться так, что батарейки сели. Вы можете открыть обычным ключом. Здесь есть ключевина. У вас где-то спрятан ключ. Вы взяли и открыли. Это уже случай emergency. Его можно закрыть изнутри таким образом. Вот здесь кнопочка. Просто нажимаете эту кнопочку, замок закрыт. Можно также вручную его открыть или закрыть. Вот он закрыт. Это замок без ручки. Это замок с ручкой автоматически. То есть при захлопывании двери автоматически замок закрывается. И он находится все время в закрытом состоянии. Чтобы его открыть, нужно поднять крышку и приложить ваш палец сюда. Теперь он готов, чтобы быть открытым. И у вас есть 3-4 секунды, чтобы открыть. Потом он опять уже находится в закрытом состоянии. То есть автоматически. То же самое, этот замок можно открыть с помощью кода, который здесь введен. Вот. Ввели код и открыли. Это второй способ. И третий способ опять же с помощью ключа. Если у вас не работает по каким-то причинам батарейки, у вас есть возможность открыть замок с помощью ключа. Я считаю, самое гигантское преимущество, в частности, для меня, потому что мы вечно теряем ключи. О, это безусловно. Ключи, очки. Ваши дети не будут больше на улице без ключа, потому что чаще всего дети теряют ключи. Это уже 100% что детки в дом войдут. Приложили пальчик, пальчик они не потеряют. И замок открывается. А сколько можно вложить туда? Сколько запомнить пальчиков можно? Там порядка 100 пальчиков. От 50 до 100 пальчиков. Достаточно. Это даже слишком много. Это много, да. Семья 100 человек, это маловероятно. Индийская семья, и каждый захочет свой пальчик. Может, кто-то повредил, ну, кто знает. Кроме того, что замок для дома вы можете использовать для биометрические приборы для защиты вашей машины. То есть, если у вас стоит так называемый, мы называем этот прибор CarGuard. Это еще одна область применения машины. Это еще одна область, да. В автомобильном транспорте, чтобы защитить вашу машину от угона. Допустим, если у вас стоит такой прибор, то прежде чем завести двигатель, вы должны провести пальцем по этому прибору. И так как вы в нем зарегистрированы, это позволяет вам дальше завести машину. Если человек... То есть, угонщик не сможет завести, потому что пальцы отличаются. Потому что, естественно, его... Даже если он откроет машину, завести он не сможет. Завести не сможет машину. Завести не сможет. Используйся. Завести не сможет. Завести не сможет. Завести не сможет. Продолжение следует...